Быть здоровым и жить долго довольно просто. Нужно много трудиться, петь веселые песни и как наш герой выращивать лимоны. Конечно, секрет долголетия у каждого свой, но Искандер Нуфтулаев своим секретом всегда рад поделиться. Так что сегодня будем учиться искренне любить и по-детски радоваться жизни. Конечно, польза лимонов и вообще цитрусовых для человека неоспорима. Но чтобы стать более здоровым и сильным, счастливым и успешным, мало просто есть лимоны. Необходимо также видеть лучшее в окружающих тебя людях. Верить, что делать добрые дела – это не установка свыше, а образ жизни. Понимать, что каждый твой поступок имеет значение. И еще создать однажды лимонарий, который, кто знает, может сделать счастливым не только тебя, но и тех, кто окажется рядом. Португальские мореплавители вышли на путешествие, когда они в Тихий океан проплывали. У них из 100 моряков 90 от цинги умер. А потом, не знаю, сколько лет еще прошел, английский флот тоже по этому маршруту поплыл. Они включили в каждый матроса меню лимон. И ни один матрос не умер. Лимон очень полезный для человека. А сыновья берут много, через мясорубку пропускают, и с кило на кило сахар мешают, и село и лето тоже лимонный чай пьют. А я тоже, как себя знаю, всегда с лимонами чай пьют. И я в жизни в медицину не обращался. Мне говорят, в больницу надо идти, историю болезни надо открыть. Если ты умрешь, тебе трудно будет хоронить. Или я не знаю такое. Я говорю, у меня и история нет, и болезни нет. Надо труд не бояться. Я как родился, до сих пор, вот сегодня утром тоже черенковал, до сих пор я работаю. Я не могу сидеть. Сколько раз поднимаешься, встаешь, работаешь, что-то делаешь, копаешь. Это тоже тренировка. Эскандер Ага впервые увидел лимоны в Средней Азии. И когда вернулся в Крым, решил, что будет их выращивать даже там, где зимние температуры этому могут помешать. И это сейчас мы знаем, что в Крыму лимоны отлично растут в теплицах. А 30 лет назад этого представить никто не мог. И только книги, которые Эскандер Ага изучал каждый день от корки до корки, давали уверенность, что все получится. В Ташкенте два года учился еще, в школе уже, в русской школе учился. Ну, понимаете, очень тяжелые года были. После войны уже? После войны ничего нет. И одевать ничего нет. Ну, где мы жили, в школу 4 километра я ходил. Отец говорит, как бы ни было, учиться надо. А помните, какая была первая работа? Куда вы пошли работать? Кем? Сад рабочий. У нас был сад Винсалхоз. Первый сад Розенгизевского района, Ташкентской области. Это между городом Черчик и Ташкент. Очень плодородное место было. Вода навалом. Потом приехали у нас пресс брать. Вот для винограда выжимает пресс. Я говорю, для чего вам это пресс? А он мне говорит, у нас нестандартные лимоны есть. Мы будем его выжимать, сок брать. И я когда пришел, пресс им установил, показал. Зайдите, говорит, посмотрите лимоны. Вас интересует? Зашел туда, аж удивился. Лимоны посожены очень высокие, другие сорта. Большие вот такие, вот такие большие лимоны. И здесь тоже. Приехали мы в 87-го сюда. Сельсовете спросили, можно строить такую теплицу? Они говорят, а теперь хоть весь двор строить. Старший сын, у меня два сына. Один я с ним живу, а второй там на канале живет. Я ему, он ехал в Ташкент. Я говорю, оттуда зайди, мне 50 штук. Вот как видел там этот, черенки с корнями. Привези, говорю. Он привез. В Сиферополе работал, мой сестрин, дочка в библиотеке работала. Я говорю, в библиотеке там про лимон, сколько книг есть. Я говорю, тащи сюда. Я говорю, посмотрю, потом отнесешь. Ну, посадил, все благополучно, пошел. Я говорю, плодоводский директор. И Крым-теплица. Не верили. Говорят, здесь с северной стороны лимон не растет. Они были здесь все. А потом, когда уже появился лимон, Крым-теплица 550 штук. Мне по одному доллару купил этот саженцы. Вот так в Гвардейском, и кажется, не только здесь, появились первые лимоны сорта Меер. Теперь об экзотических растениях Искандера-Нафтулаева известно далеко за пределами Крыма. И что особенно впечатляет, крымское желтое цитрусовое солнце светит и в теплицах за полярным кругом. Американский ученый несколько лет, сотни лет назад в Китай ходил, вот этот вот сорт подобрал. Ему понравился, видимо. Потом он дал свою фамилию Меер. Сейчас по книгам он идет Меер. Почему Меер? Потому что Меер самый низкорослый лимон. Это раз. Потом вкусовое качество всем нравится. Тонкая шкура и урожайный очень. Спасибо большое. Сейчас будем... Очень вкусно они пахнут. Что еще про лимон сказать вам? И самое удивительное, что есть и урожай, и сейчас цветут лимоны. И здесь гарнизон же, военный гарнизон. Они летали на новую землю, ввозили эти лимоны туда. Приходили, они лимон брали и кушали, и саженцы брали. Я говорю, а саженцы там холодно, наверное, растет. Спрашивал я у них. Они говорят, там есть такие источники. И там, говорят, теплички делали, там, говорят, тоже растет этот лимон. 1 марта я начинаю обрезку. Начинаю здесь жировые побеги наверху. Очень много бывает. Их срезаю. Они длинные, аж до потолка достают. Чтобы они укоренялись, надо 20-25 градусов тепла. Только песок. И даже если это мелкий песок, это не очень хороший, но все равно оно укорняется. Надо крупнозернистый речной песок. Вот морской тоже хороший, но только он соленый. Я пробовал. Его надо водой смывать, потом получается вот так. Фейхуа и пандероза, виноград и гранат, мандарины и апельсины. Все эти удивительные растения есть у эскандера Ага. Они составляют компанию лимоном в теплых и влажных тропиках теплиц. Это пандероза. А что это такое? Напомни и понюхай. А, обалдеть, аромат вкусный такой, тоже цитрусовый. Понюхай. Это пандероза, это в виде грейпфрут есть, подобие этого. Это апельсин Вашингтон-Навелла. Расскажите, а сколько лет этому дереву и вот как у него плоды уже появились? Ну, этому уже, не знаю, 15 или 16 лет, наверное. Да. Ну, она эти... Эти я не считаю лимоном. Вот они, вот, вот, вот цветут. Вот видишь? Вот эти вот дадут. Вашингтон-Навелла. У него два названия есть. Один Пупков еще называет его. Ну, это Пупковы, наверное, люди называют. А так он по книге идет Вашингтон-Навелла. Какой-то огромный. Ну, не все, конечно, такие большие, но несколько штук такие были. Плюс есть небольшой сад, и все это создано не только для того, чтобы кормить фруктами семью. А в том числе потому, что наш герой не представляет своей жизни без работы на земле. Вот это фундук. Да, фундук классный. Зеленый уже такой. Вот. Вот это шалковица. Это мы турецкие шалковицы называем. Она сочный, кисло-сладкий. Вот это вот. Вот это вот. Вот черешни. Я про него расскажу. У него косточки нет. Вот любой черешни раскали, из тысячи один черешни будет, косточка будет. Нету внутри косточки. А это красная Москва персик. Персик вот 1 марта я обрабатываю трехпроцентным этот раствором. Почему? Потому что курчавец не появляется. Потом обрезка делаете. Обрезку не жалей. Режь. Да, да. Я обрезаю персик так, что мало говорит, много обрезала. Сама режешь? Да. Ничего подобного надо. Еще вот я сколько обрезал, все равно много. Без земли я не смог бы жить. Я люблю землю. Мне даже если, я всегда и там говорил, если бесплатно дадут в центре города, я не пойду туда. Зачем мне там в тесняке, в этажах разные люди ходят? Зачем? Я вольный человек. Эскандер Ага родился в селе Биюк-Сирень. Сегодня это село Танковое, Бахчисарайского района. Когда наш герой возвращался в Крым, конечно, первоначально хотел выкупить свой старый дом там. Но обосновавшись в Гвардейском, где все-таки холоднее, и поначалу было непросто выращивать лимоны, все же он ни о чем не жалеет. Просто потому, что своим трудом он может сделать любой уголок, похожим на тропический сад. И теперь его деревенское счастье, его любовь и его радость здесь. В окружении близких людей и зелени ароматных лимонов. Счастье – это здоровье. Если здоровья не будет, хоть золото, но все тебе не посмотришь. А если ты здоровый, тебе радость. У нас, где в Ташкенте жили, да, три дома дыхания было. Я там один месяц отдыхал, там жасовый оркестр. Когда кругом танцуют все, это просто радость. Сейчас нет такого веселья. Что это, не знаю, все хорошо, все есть. Веселения нет. Хочется танцевать. Конечно. Я любил и песни петь. Чего стоишь, качаясь, тонкая рябина, Голову склонила до самого тына. Эта песня мне нравится. Она связана с жизнью человека и природой. А я знаете, какую песню люблю? Какую? Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то, Одинокая бродит гармонь. Не бабушка ее пела. То пройдет за поля на ворота, То обратно вернется опять. Словно ищет в потемках кого-то И не может никак отыскать. Настроение какое плохое будет здесь. Это рай. Приходишь сюда, все, смотришь, радуешься, есть. На этом и живем. Ну, конечно же, вы знаете, Как это здорово сорвать с дерева спелый персик. Попробовать на вкус и понять, Какой он ароматный и сочный. И скоро все это будет. Но с чего все начинается, Мы сегодня расскажем. Мы в Бахчисарайском районе В разгар весенних полевых работ. Сейчас здесь практически все население Трудится в садах, Закладывая будущий урожай фруктов. На огромных территориях Греются в лучах крымского солнца Яблони и груши, персики и абрикосы, Черешня и виноград. Чтобы всего через несколько месяцев Подарить нам свои вкуснейшие плоды. Им, конечно, активно помогают пчелы и люди. Одни с гулким и веселым жужжанием Стараются скорее опылить Как можно больше цветов. Другие занимаются всем остальным, Что пчелам не подвластно. И у наших героев Есть всего несколько минут отдыха, Чтобы поделиться со всеми Своей любовью к садам И рассказать, Из чего может состоять Деревенское счастье тех, Кто всегда окружен такой красотой. Здесь 150 гитар под посадками. Здесь у нас, значит, Черешня, персик, виноград, Яблоня, хурма, слива. И ягодники. Ежевика, малина, крыжовник, Смородина черная. В этом году в теплице посадили виноград кашмышный. Работа интересная. В сельском хозяйстве работ очень много. Поэтому очень интересно. Люблю эту работу. Когда собираешь урожай И видишь плоды своего труда. Это уже приятно. Очень сильно развивается Садоводство, виноградовство в Крыму. То есть, сколько мы встречаемся На семинарах с агрономами. Развитие очень много. То есть, посадок. Очень много молодых садов, виноградников. Степной Крым, Северный Крым. Вот мы общаемся. Очень сильно развивается в этом деле. Каждая работа, вот так же, как и у врачей. Они любят свою работу. Мы любим свою работу. Не зря же люди идут в сельхозинститут. Они же понимают, где они будут работать. С чем они будут работать. И как их сложится жизнь дальше. Здесь мы посадили 5 гектар черешни. Таких сортов, как свитхард и кордия. Это средне-поздние сорта. Черная, крупная, красивая, вкусная. Все как любят. Черешня очень хитрый сорт. Вот она, вы же видите, у нее особенность, она просто стреляет палкой. А нам надо боковые ветвления делать, чтобы ярус закладывать. Поэтому немножко потрудиться придется тут с ней. Здесь мы посадили виноград Велес и Ливия. Это кашмышные сорта винограда. Когда приезжают отдыхающие с материка, они вот хотят виноград. А виноград только в сентябре. Сентябрь-октябрь. Многие уже уехали. А этот виноград будет рано. У нас была посажена смородина в открытый грунт. Но так как ей жарко, мы решили в этом году ее пересадить в теплицу и сделать на теплице затемнение, чтобы был урожай. Мы одну теплицу посадили, но как бы саженцев оказалось больше. Вот в этом году сделали, ну вот сейчас сделали еще одну теплицу. Вот копаем траншею, вносим перегной. И сюда у нас при копке пересадится еще смородина. Там мы будем подготавливать почву под посадку раннего яблока 7,5 гектар, потому что у нас нет летнего яблока. Вот еще. Да, все хотят яблоко летнее, а вот у нас только гольден, который в сентябре убирается. Ну, теперь мы будем выращивать летнее яблоко. Еще вот у нас одна теплица есть. Там мы будем высаживать и рассадывать дыни рекуры, которую мы уберем в октябре месяце, ну, в первом ноября. И, пожалуйста, кому надо на новогодний стол. Ну, саженцы все крымские и непосредственно из Бахчисарайского района. А значит, все, даже самые маленькие молодые деревца, уже заранее полностью адаптированы к этой почве. К местным погодным условиям не очень-то боятся ветра, да и мороз не так уж страшен. Потому что самое начало своей жизни они проводят в теплице. Чуть подрастут и по весеннему теплу высаживаются в грунт закаляться. И только потом обретают свое место в саду. Опасны только самые суровые зимние морозы и так называемые возвратные, которые иногда приходят в Крым уже после первого хорошего тепла. Дымление – это как старые технологии. Дымление больше помогает в ранее, как возвратные заморозки идет рано утром, как ближе к рассвету. И для того, чтобы было преломление луча от клетки, чтобы не разрывало быстро, там она замерзает, и солнышко оно резко разрывает. Получается, лопает клетка. Поэтому надо густое задымление делать, чтобы клетка не сразу растаивала, а постепенно растаивала, понимаете. Ну, это как в априори это делается. Это просто круглыми сутками нужно следить за деревьями. Ну, да, да, тяжело. Уже в основном все уходят от дымления, потому что есть, слава богу, технологии новые опрыскивания, там поливы, там такое... Ну, время не стоит на месте, движется. Но все равно, потихонечку, все равно от старого еще совсем не уходят. И новое, и старое, все вместе, вместе, вместе. И дает какой-то свой результат. Вот начинает расцветать персик. Да. И теперь мы молимся, чтобы не было заморозков. Ну, этот сад старый, конечно, но он дает неплохой урожай, хороший урожай. Правильно, при правильной обрезке, при правильном уходе. Он довольно-таки хороший сад. Но скоро будет новый. Потому что, чтобы выкорчевать старый, надо, чтобы был новый. У нас в Крыму старая традиция весь персик выращивать и формировать чаши. Мы сейчас в ногу идем с новыми тенденциями. Мы посадили его при схеме посадки 5 на 2,5 и будем выращивать его в веретеном. То есть в веретеном. Сорта здесь новые. Марами и... Поздний, поздний и средний. Марами и еще скалтер, по-моему. Такие новые сорта, что уже к ним... Ну, как говорят, новые, это все хорошо забытое, старое. То есть какие-то селекции старых, хороших сортов. Сделали селекции и получили новое название, но очень хорошие сорта. Видите, мы его обрезали. Сейчас каплю будем готовить на него, капельную линию. Вот уже идет приготовление. Потом межвкусная обработка. И будем разматывать, готовить уже дальше. Для ручных работ, обломки и того подобное. Все это для формирования, чтобы формировать веретено. Как говорят некоторые люди, настоящий вкус персика знают только в Крыму. Потому что персик должен быть сладкий. Персик должен, как вы говорите, сорта разные отделяется от косточки, не отделяется. Персик должен кожицу почистить, течет по руке, человек его ест. Не так, как приезжают некоторые люди, они персик едят, дайте, говорят, твердый. Они как яблоко его грызут. То есть для крымчан это дико. Конечно. Поэтому персик, он растет везде, но просто все зависит от почвы, от климата и от того, в какую фазу его собирать. У меня были случаи, что приезжают люди, у нас уборка начинается, приезжают люди с Красноярска, которые персик только по телевизору видели. Говорят, у меня дети никогда не видели персика. Можно мы сфотографироваться? Приходят и как, просто в глазах горит огонь. Крымская достопримечательность. Да, нет, они просто как с персиком. Особенно приезжают на точку, бывают взрослые люди в том году, я сталкивался, подходят и спрашивают те сорта, которые были с их памяти с Крыма давно. Золотой белей, кремлевский, сочный, советский, белесый, вкусный. Вот им говорят, что это вот это, они пробуют, они просто в восторге. И эти экскурсии потом приезжают, и приезжают, и приезжают. Особенно запоминается крымский персик, когда есть возможность помочь его собрать. Вот, только что он был на дереве, а через пару часов ты уже везешь его в дальние края. Чтобы подарить своим близким немного крымского тепла, угостить их кусочком южного лета. Однако, как на самом деле проходит уборка урожая, могут понять только те, кто из года в год исправно ею занимаются. Уборка – это, как вам сказать, отдельная жизнь в любой отрасли. Это суета, это с утра люди, ящики, покупатели. Вот так, вот так, вот так, вот так, это вот, как колесо. С утра бригадир приходит, берет своих людей, знает, куда ему везти, четко ставит, и начинается уборка. У нас рабочие работают 7-8 часов на уборке, до 10. Но если надо там машину загрузить, у нас на маду была вторая смена. То есть они образно с 6 утра мы уже работаем в поле, с полшестого. С 7 часов у меня отработали, мы их отпускали домой там час-два отдохнуть, в самую жару, потому что жарко. Вот я сама печется. И потом они приходили, во вторую семью мы работали. Ну это, конечно, несколько дней было, очень тяжело было, очень тяжело. Так как в том году урожая было много. Я когда-то вот в детстве, когда было свое хозяйство и огород, когда собираешь черешню, там самую красивую ты выбираешь на компот, на варенье. Но есть те, которые мама назвала бракованные, и это обязательно нужно было съесть на месте. Как у вас это происходит? Ваши работники едят черешню? Конечно, куда же без этого. Едят, конечно, но они как всегда едят самую вкусную, самую красивую. У нас черешня вся хорошая, вся целенькая. В основном едят рабочие, если автоматически без плодоножки отрывается, они ее стараются съесть. Потому что это уже считается нестандартной, бракованной, ее уже никуда не денешь. Сами какие фрукты больше всего любите? Вот именно есть? Есть все. Все. Ну как, агроном, он ест, ну я не знаю, у меня приоритет, например, вот в тот момент, когда идет уборка, то фрукты и предпочитаю. Но больше я люблю всего виноград. Вот у меня склонно, больше я люблю виноград. А какой виноград? Столовый, красный, мускатный, я с мускатом, ароматом. У нас очень много запланировано молодых посадок, очень много. Потому что все-таки это, ну как бы, хорошая помощь идет от правительства, где мы получаем субсидии на это все, на все затраты, 70% возвращается затрат. Поэтому это очень выгодно. И пока это все есть, надо садить в сады и ухаживать за ними, потому что там дают деньги по уходу за молодыми насаждениями. Бывает, тут меняется все каждый час-полтора. В зимний период это основная рутинная работа, это обрезка все. Тяжелый труд, обрезка, 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 там посадки есть и подготовка. Весна это все, это все, это все, это все. Тут, там, там, там все начинает расплескаться, расцветать. Работа, болезни, опрыскивание, ну все, это все. А летом это уборка. Уборка, 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 уборка. А отдых-то есть когда-нибудь? Да, когда непогода. Когда непогода? Да. И все же каждый выбирает сам, кем ему быть, садоводом или журналистом. Или же просто иногда приезжать в сад, где ты провел свое детство, где зреют самые вкусные фрукты, и ты об этом знаешь. Ведь когда-то именно сюда тебя отправляли, на их уборку из института. Главное понимать, что именно дарит тебе счастье и двигаться в нужном направлении. Что делает наши фрукты более вкусными, более сладкими, более насыщенными? Почва, природа и любовь. А что значит любовь? Ну, как сказать, как меня учили в институте, для того, чтобы растение росло, надо к нему относиться по-нормальному. То есть, образно говоря, любить. Ну, в детстве я как бы особо не была связана с деревьев. Ну, да, мы учились в школе, нас посылали на уборку винограда, это было святой клубник, убирали, потому что это было сельское хозяйство. Поэтому вот с детства в сельском хозяйстве, можно так сказать, да. Честно вам скажу, я не люблю вот этой городской суеты, вот этой вот, только улей, большой улей. Мне больше вот спокойно, чистый воздух. Вот, поэтому, ну, да, вы же понимаете, что человек, он приспосабливается ко всему, но он приспосабливается там, где ему лучше, все равно уж, правильно? Поэтому мне больше по душе вот деревня. Когда я гуляю по цветущему саду, я заряжаюсь энергией деревьев, понимаете? Они вот дают силы, бодрости, ну, вообще, это красота неописуемая, она поднимает настроение, нет никакой депрессии. Видишь, что живые растения цветут, что будет конечный результат, это будет ягода. Ну, супер. Для меня, например, счастье, это когда мои дети здоровы, одеты, обуты, учатся. Я рад за это, понимаете? А к этому стремиться надо, для того, чтобы ты работаешь. То есть, если здесь будет хорошо, то везде будет хорошо, правильно? Когда после зимы просыпаются деревья, это уже счастье, что не все выжили, все цветут, все плодоносят. И мы получаем от этого удовольствие, счастье. И очень вкусные фрукты, заряд энергии, ну, все это очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok